Создают праздничную атмосферу в преддверии новогодних и рождественских праздников. В администрации Наринмара прошла церемония награждения победителей конкурсов на лучшее новогоднее убранство. Он объединил любителей декора частных и многоквартирных домов, дворовых территорий и организаций. Как отметили члены жюри, выбирать победителей конкурсов было непросто. В этом убедилась наша съемочная группа. Я первый раз делала собаку, поэтому я не думала, что она у меня получится. С песней как-то начала и все само собой, даже не ожидала. Тройка белоснежных собак – главный элемент в снежном городке. Угодить хозяйке наступающего года Наталья Пепенцева давно хотела, но боялась не получится. Оказалось, лепить фигурки из снега не так сложно. Главное, чтобы снег был нужной консистенции. Затем в ход идут пищевые краски, цветной пластик, мишура, гирлянды. Свою двору мы украшаем ежегодно вместе с детьми. Выходим на прогулку и украшаем. Все это начинается с выпадения первого снега. Пока мы делаем горку, утрамбовываем ее, наращиваем. Затем у нас возникает идея все это оформить разными композициями. Как вы видите, Дед Мороз, снегурочка, замки разные. Материала для стройки новогоднего городка в избытке, поэтому все ограничивается фантазией. Количество обитателей снежного городка будет расти. Впереди еще четыре снежных месяца. После каждого снегопада семья дружно выходит чистить двор и собирает материал для творчества. Это удовольствие. Это не то, что трудоемка, но делаешь в удовольствие свое, красиво. И вот двери, ворота у нас открыты, приходят, все смотрят. Красота на самом деле. Когда делаем, еще хочется делать, еще что-нибудь хочется делать. В этом дворе создавали новогодний декор сразу три семьи. Многоквартирный дом по адресу Комсомольская 4Б украшают второй год. В прошлом году у дома появился один Олешек. В этом году еще два. Всего-то и надо. Старое деревце и один свободный день. Старое дерево, потом тоненькие веточки сделать, как рога. Потом отрубить дерево и сделать стельца. А потом еще толстые веточки, как ноги. Таким нехитрым способом двор превратился в пастбище с оленями, чумом и елкой. Пока папы мастерили, мамы с детьми развешивали гирлянды. Мне захотелось какого-то волшебства, чтобы к нам пришел какой-нибудь Дед Мороз. И Дед Мороз на самом деле к нам пришел в этом году. Мы написали письмо Деду Морозу. К нам приехал Дед Мороз. Расчистил нам за домом детскую площадку. Построил горку и повесил два фонаря на детской площадке. Декоративные работы Натальи Пипенцевой и Ольги Филипповой были отмечены жюри городского конкурса «Новогодняя сказка». Его цель – создание новогоднего облика и праздничной атмосферы. Заявки на участие в конкурсе подали 30 жителей Наринмара. Создают праздничную атмосферу в городе не только жители частных и многоквартирных домов, но и различные предприятия. Третий год подряд в Наринмаре проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление среди организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В этом году самым оригинально украшенным объектом признан магазин «Олешек». Внутри магазина покупателей встречают сказочные герои, бумажные балерины, Дед Мороз и радушные продавцы. Блеск мишуры и елочная зелень радуют глаз в темную полярную ночь и приближают новогодние праздники. Очень хорошо украшено праздничное, настроение сразу поднимается. Нарядный магазин – дело рук всего коллектива. Кто-то вырезал снежинки, кто-то расписывал панно и развешивал мишуру, а кто-то собирал в лесу шишки. Собирались шишки в лесу, красились в золотистый цвет, искусственная елочка разобрана. Сделали такую композицию над окном. Шишки и ветки. Всех декораторов традиционно благодарили в администрации города. В конце года там подвели итоги двух конкурсов на лучшее новогоднее оформление. Победителям конкурса вручили дипломы и денежные сертификаты, чтобы в следующем году город стал еще краше. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.